В последнее время ситуация немного тревожная, не так ли? Да. Даже если экономика страны быстро развивается, в целом это не влияет на ваше благосостояние, а также, разумеется, на рост вашего семейного бюджета. Независимо от того, как стабильна и хороша экономическая ситуация страны, рост экономики на 2-3% не будет иметь большого влияния на ваш личный доход. Например, если ваш доход в 3 тысячи долларов был увеличен до 3 тысяч 300 долларов, сильно ли изменится ваша жизнь? Человек, который зарабатывал тысячу долларов, теперь зарабатывает 1030 долларов, сильно ли изменится от этого его жизнь? Хотя развитие экономики страны имеет важное значение, но еще важнее – развитие нашей личной экономики. В зависимости от ваших мыслей и целей, ваш семейный бюджет может увеличиться на 100%, 200%, 500% или даже 1000%. Таким образом, то, на чем вы должны сейчас сосредоточиться – это изменение, рост вашего семейного дохода. Если вы хотите улучшить экономику страны, то нужно начать с улучшения вашей личной экономики. На данный момент большая часть государственного бюджета выделяется на помощь нуждающимся. Бюджет Кореи составляет 300-400 миллиардов долларов, и четверть этой суммы используется для помощи нуждающимся в виде системы социального обеспечения. Однако, если бы эти люди не принадлежали к этой группе, то та часть бюджета, которая выделялась им, была бы инвестирована в другие области, тем самым развивая экономику и улучшая макроэкономические показатели. Поэтому вы не должны беспокоиться об экономике страны. Будет лучше сосредоточиться на собственных финансах. Если вы действительно хотите внести свой вклад в экономику страны, а не просто переживать, вы можете заплатить больше налогов. Государство выделяет деньги в разные сферы, и поэтому оно всегда нуждается в средствах. Вместо того, чтобы рассчитывать на получение чего-то от государства, лучше подумайте о том, как вам самому стать богатым человеком, который платит много налогов. Вы должны поставить перед собой цель. Я обязательно стану богачом и буду отдавать часть своего дохода государству в виде налогов. У вас должно быть такое отношение. Да. Теперь давайте поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Что нужно сделать, чтобы хорошо жить? Мы все работаем, чтобы хорошо жить, верно? Большинство людей работают, чтобы заработать деньги. Но, конечно, бывают и исключения. Таким образом, если вы занимаетесь собственным бизнесом или работаете в компании с целью заработать денег, то вы должны выполнять свою работу должным образом, чтобы назвать это настоящей работой. Например, когда вы моете посуду, вы считаете работу законченной, когда не осталось грязной посуды. Но если вы сказали, я закончил с посудой, а у вас еще осталась грязная посуда, то вы человек, который не справился со своей задачей. Аналогично, если вам постоянно приходится работать, чтобы заработать, то это значит, что вы не умеете зарабатывать деньги. Если вы спросите, кто же он, тот, кто действительно умеет зарабатывать деньги? Я скажу, тот, кто за раз заработал такое количество денег, что он может больше не работать и жить всю оставшуюся жизнь на эти деньги, когда все, что вам осталось сделать, это просто тратить деньги. В этом случае вы действительно заработали. Другой же способ – это создать систему, позволяющую получать пассивный доход, то есть сделать так, чтобы не приходилось работать. Например, что происходит с певцами, записавшими альбом? Они могут получать прибыль от альбома, даже не выступая, не так ли? Это люди, которые заработали, выполнили свою работу. Люди, которые работают и получают от 3 до 7 тысяч долларов в месяц и думают, «Я зарабатываю деньги», будут работать до выхода на пенсию. Этот круг никогда не замкнется. Это не является зарабатыванием денег. Как же вы вообще можете утверждать, что зарабатываете деньги? То, что вы делаете, это сводите концы с концами. В конечном счете, вы ничего не зарабатываете, а только тратите заработанное и свою жизнь. Поэтому, если у кого-то есть сомнения по поводу своей жизни после пенсии, это значит, что он не работает должным образом. У вас должна быть четкая концепция работы и план действий. Когда вы найдете источник постоянного заработка и исключите необходимость работать, вы можете с уверенностью сказать, что вы заработали, выполнили работу. Это и называется настоящей работой. Только тот, кто заработал, выполнил свою работу. Большинство людей тратят свою молодость и жизнь, просто сводя концы с концами и упуская возможность заработать, пока у них не закончатся силы и энергии. Наши лучшие мастера зарабатывают не менее 20 тысяч долларов в месяц. Есть и те, кто зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц и даже 50 тысяч долларов в месяц. Даже если они не будут работать, они все равно будут получать эту сумму. Кроме того, эта система дохода может быть передана по наследству до третьего поколения. То есть они могут обеспечить стабильный заработок и своим детям, и своим внукам. У них тоже не будет потребности работать и зарабатывать. Вот в таком случае вы выполняете настоящую работу. Атоми создала систему, позволяющую вам перестать работать, но зарабатывать. Теперь вы понимаете, что такое настоящая работа? Зарабатывание денег не должно занимать у вас целую жизнь. Если вы не можете заработать, выполнить свою работу в течение трех-пяти лет, то это означает, что вы выбрали неверное занятие. Итак, вам теперь интересно узнать, как стать успешным и что для этого нужно сделать. Для начала вам нужно изменить направление мыслей. Было время, когда дистрибуция или продажи не были так популярны. Почему? Потому что было множество других способов обеспечения финансовой стабильности. Однако, времена сильно изменились. По статистике, 16% так называемых белых воротничков, юристы и бухгалтеры едва ли зарабатывают 2 тысячи долларов в месяц. Из-за жесткой конкуренции в этих профессиональных областях, многие предполагают, что ситуация усложнится еще сильнее. Во времена, когда я заканчивал школу, тот, кто был белым воротничком, имел хороший доход. И на встрече выпускников можно увидеть своего одноклассника-врача, который живет себе припеваючи в своих нескольких загородных домах. В прошлом вы могли загребать деньги лопатой, работая дантистом, не так ли? А что теперь? Из-за жесткой конкуренции многие из них едва ли сводят концы с концами после оплаты счетов и ипотеки, и лишь малый процент из них преуспевает. Аналогично, финансовое положение молодых бухгалтеров весьма нестабильно по сравнению с их старшими коллегами в начале их карьеры. Все изменилось. Сейчас эти профессии уже не являются такими престижными, гарантирующими финансовую стабильность. Это все ушло в прошлое. В противоположность, дистрибьюторство стало той самой сферой, открывающей новые возможности. В зале присутствуют представители Ройал-клуба, среди которых есть и те, кто преуспевал в прошлом, а также не очень преуспевал, но, тем не менее, их нынешний доход выше, чем у большинства людей, работающих в других отраслях. Думаете, возможно приносить домой по крайней мере от 20 до 50 тысяч долларов в месяц, будучи представителем малого или среднего бизнеса? Ничего подобного. Даже если вы управляете крупным предприятием, принести домой десятки тысяч долларов очень трудно. Времена изменились. В былые времена можно было зарабатывать большие деньги на производстве, сейчас же конкуренция высока. Что произойдет, если вы откроете придорожный магазин? Сейчас улицы переполнены этими магазинами. Особенно в Корее вы можете найти не менее пяти магазинов на одной улице, где и одного магазина было бы достаточно. Поскольку продажи поделены между пятью магазинами, их прибыль от этого страдает, и мы видим ситуацию, когда постоянно меняется вывеска магазина. Аналогично, даже если вас примут на работу, значит ли это, что вы будете обеспечены на всю жизнь? Нет. Тот факт, что вы много учились и стали профессионалом, не гарантирует вам финансовую безопасность. Мы в такой ситуации не потому, что что-то пошло не так. Это признак того, что страна развивается. Пропасть между богатыми и бедными становится все больше. Производительность капитала становится выше производительности труда. Поэтому, когда одни люди начинают зарабатывать приличные суммы денег, другие люди теряют такую возможность. В Соединенных Штатах разница доходов 10% обеспеченного населения и 10% малообеспеченного отличается примерно в 18 раз. В Корее ситуация немного лучше, потому что разница составляет 10 раз. Это является средним показателем по ОСР. Поэтому мы должны принять это как определенное социальное явление. Вы знаете, почему? Потому что это естественное явление для развитых стран. Нужно оценить ситуацию в мировом масштабе, выяснить, в чем государство преуспевает по сравнению с другими странами. Исходя из этого, нам нужно направить свои силы на создание лучшей системы, на создание государства всеобщего благосостояния. Важно помогать нуждающимся. Такая политика поможет стабилизировать общество. Что мы должны делать? Вместо того, чтобы полагаться на страну, вам нужно зарабатывать достаточно денег и стать гражданином, который платит большие налоги, тем самым помогая пополнять бюджет, выделенный на социальные нужды. Я призываю вас отказаться от пенсии. Наши представители роял-клуба не получают пенсию. Если у вас есть постоянный доход, то страна выплачивает вам пенсию или нет? Нет, мы только продолжаем платить налоги. Так что же лучше, получать пенсию или просто добросовестно платить налоги? Хотя было бы неплохо получать ежемесячную пенсию благодаря отчислениям, которые вы вносили со своего дохода. Но на самом деле большинство людей получают деньги, которые предоставили богатые. поэтому какими людьми вы должны стать? Вы должны стремиться стать тем, кто просто получает пенсию или тем, кто платит налоги всю оставшуюся жизнь. Вы должны стать налогоплательщиком. Не надейтесь на пенсию, потому что самое большее, что вы можете получить в Корее, это 1500 долларов в месяц. почему бы не отдать эти деньги нуждающимся? Вы должны сказать себе, мне не нужна пенсия. Зачем мне получать ее? У вас даже нет гордости? Как вы можете радоваться, получая чужие деньги и говоря, пожалуйста, дайте мне больше? Вам должно быть стыдно. Вы ведь все помните, что сказал бывший президент США Кеннеди? Он сказал, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны. Эта фраза известна вам давно, и когда вы впервые услышали, вы восторгались. Какие правильные слова? Так почему вы не живете согласно этой идее? Разве воплощение этой идеи в реальность не значило бы, что вы прожили правильную жизнь? А теперь перейдем к тому, как стать успешным в Атомии. Зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Вкладывать в пенсию и обеспечить достойной жизнью не только себя, но и своих детей и своих внуков. У вас есть все необходимые способности для того, чтобы стать успешным в Атоме. Есть ли среди присутствующих люди с плохим зрением? или те, кто с трудом встречается с клиентами из-за отсутствия ноги? В своей недавней поездке в США я увидел один интересный плакат в аэропорту. Там было изображение спринтера без ноги. Бегуна на короткие дистанции без одной ноги. Надпись на плакате гласила «Это только нога, а не голова». Что же это значит? Этот спортсмен говорил, что он потерял не голову, а всего лишь одну ногу. Вот что значила надпись. Несмотря на то, что он потерял ногу, он все равно занимался спринтом. У него был протез, но он бегал наравне с остальными. Потому что он потерял не один из незаменимых органов, таких как голова или сердце, а всего лишь одну ногу. Таким образом, даже если у вас есть физический недостаток, пока у вас есть голова и сердце, вы можете все преодолеть. Если у вас есть способность говорить, слышать, есть руки, чтобы носить продукты Атоми, можете ходить на своих ногах и находить покупателей. Это все, что вам нужно для того, чтобы стать успешными. Вам дана голова, чтобы думать, доброе сердце, чтобы любить вашу семью. Вам дано все для достижения успеха. Так почему же вы этим не пользуетесь. Те, кто не сумел добиться успеха, присоединившись к Атоми, плохие люди. Для чего вам глаза? Как насчет вашего рта? Он дан вам для того, чтобы вы рассказывали людям, которые берегут каждую копейку, про то, какие замечательные продукты по низкой цене они могут приобрести и к тому же они могут получить прибыль от этого. Использовать продукты Атомии только для себя плохо. Вам дано доброе сердце ради того, чтобы помочь человеку, отчаянно ищущему работу, сказать ему, я нашел кое-что стоящее, давай работать вместе, и мы добьемся успеха. Вы что, не можете определить, хорошо пойдет этот бизнес или нет? Вы настолько несообразительны? Разве вы не понимаете, сколько усилий нам понадобилось для того, чтобы отобрать лучшего качества продукт по приемлемой цене? Невообразимые усилия. Первоначально Хемохим стоил 68 долларов за 30 пакетиков. Затем мы увеличили это количество до 48, после до 54 и, наконец, сейчас 60 пакетиков. Мы очень старались добиться самого высокого результата. Мы договорились с производителем о максимально возможном снижении затрат и приложили много усилий для того, чтобы дать вам еще один дополнительный пакетик. Даже крем вокруг глаз. Он так всем понравился, что нам захотелось дать вам его как можно больше. мы использовали двухслойный контейнер, который может обеспечивать тепловую защиту. Поэтому между этими слоями было пространство. Я спросил производителя, можете ли вы немного вырезать внутренний слой, чтобы поместилось больше крема. И мне ответили, что это возможно. Таким образом, мы увеличили объем крема вокруг глаз без изменения формы контейнера. Сначала мы увеличили его с 30 мл до 35 мл и, наконец, до 40 мл. Желая предоставить вам как можно больше продукта, мы прилагаем столько усилий, чтобы вы могли пользоваться им дольше. Думаете, это все падает с небес? Мы потом и кровью добились всего этого. Так почему вы не видите, какие они замечательные по качеству и цене? Почему, думаете, мы так стараемся? Потому что жизнь будет только усложняться. почему вы не понимаете, что можно работать вместе, добиваться успеха, становиться богатыми настолько, что даже сможем решить финансовые трудности наших детей, с которыми они будут сталкиваться. Почему вы не видите наши искренние намерения? Почему вы этого не понимаете? Те, кто не способен это понять, действительно неудачники? почему вы не чувствуете искренность в моем сердце? Люди стали совершенно бесчувственными. вам обязательно нужно преуспеть. Если вам это не удастся, вашей жене будет тяжело. Ваш муж будет всю жизнь работать, терпеть придирки своего начальства, получать стресс. Даже если он захочет бросить все и уйти с работы, он будет вынужден все терпеть ради своей семьи. подумайте о своем мужа, скажите ему, все, отдыхай, уйди с работы, я сама обо всем позабочусь. Это то малое, что вы можете сделать для своего мужа. Разве вы не любите своего мужа? Разве вы не давали клятву на свадьбе, что вы будете любить его, пока смерть не разлучит вас? Уважаемые мужья, что вы обещали своим женам перед бракосочетанием? В зале определенно будет мужчина, сказавший жене, я сделаю все, чтобы тебе не пришлось марать руки. Но когда она спрашивает, почему она должна пачкать руки, муж покупает резиновые перчатки и вручает, они защитят твои руки. Есть три вещи, которые мужчина не должен позволять своей жене делать. Готовить, убирать и стирать. Ведь вы не служанку домой привели, не заставляйте свою жену делать все это. Женщины, откажитесь выполнять эти обязанности. Вам нужно изменить свое мышление. Как только вы измените свои мысли, ваше тело тоже изменится. Если мы будем вкладывать любовь и менять свое тело, мы забудем, что такое утомление и недомогание. Вы знаете, почему вы просыпаетесь по утрам с чувством усталости и сонливости? Потому что перед тем, как заснуть, вы с беспокойством задумывались о своей жизни. Думаете, это пойдет на пользу вашему телу? мы очень часто слышим слово стресс, которое оказывает пагубное влияние на наше тело. Итак, что же имеется в виду под стрессом? Все те чувства, что съедают нас, это может быть гнев, беспокойство и ревность. Все, что наносит ущерб нашему здоровью, можно считать стрессом. Поэтому вам нужно обрести надежду. Вы должны видеть свет, а не тьму. Вы должны рассуждать так. Моя ситуация тоже сложная, но сперва я должен помочь своему другу или партнеру, у которых финансовые трудности. Я должен усердно работать и сделать это возможным. Вы должны делать все, что от вас потребуется. говорить, пока не потеряете голос, ходить, пока не опухнут ноги, пока вы с ног не свалитесь. Не важно как, но я помогу тебе добиться успеха. Повторяйте это, пока вы не охрипнете. Попробуйте. Если вы сделаете это, то вместо усталости вы ощутите совершенно противоположные чувства. Вы будете просыпаться по утрам бодрыми и полными энергии. Да, я собираюсь помочь этому человеку. Дела идут просто великолепно. Этот человек вышел из тьмы и может теперь увидеть свет. Его сердце наполняется надеждой. Я должен ему помочь. Осталось совсем немного. Если вы будете действовать с такой искренностью и уверенностью, ваше тело изменится. Меняйтесь. Измените представление о себе. Поставьте близких в центр своей жизни. Если вы живете только для себя, то вы не сможете жить хорошо. Библия говорит о вере, надежде и любви и затем заявляет, что величайшее чувство – любовь. В ней также говорится, что любовь – это не забота о себе. Любовь – это не удовлетворение собственных интересов. Речь идет о помощи другим. Если вы измените себя, все вокруг вас начнет меняться. и это может стать огромной движущей силой вашего успеха. Это мало кому удается, но если вы справитесь, вокруг вас начнут собираться люди. Начинайте потихоньку, потихоньку, так как сложно сразу полностью погрузиться в любовь. Хотя это и очень сложно сильно полюбить кого-то, но если вы поставите перед собой установку «полюбить кого-то шаг за шагом», то вы в конце концов сделаете это. Если кто-то спросит меня, можете ли вы сразу сильно кого-то полюбить, я отвечу «нет», потому что у меня нет уверенности в этом. Однако, если меня спросят «вы сможете постепенно полюбить», я бы ответил «я попробую, я смогу». Когда Атоми только начинала свою деятельность, у нас абсолютно ничего не было. Не только сотрудники были бедными, но даже я, основатель Атоми, не имел ничего. У меня не было денег на аренду офиса из-за моей ужасной кредитной истории. Однако, у нас была вещь под названием «любовь». Я искренне желал, чтобы каждый сотрудник мог уйти от бедности и стать успешным. Я хотел, чтобы они стали финансово независимыми. Я был так одержим этой идеей, так решительно настроен, что работал до изнеможения. В то время я был единственным докладчиком на семинарах. Представьте, мне приходилось вести лекции одному два дня подряд. В первый день до обеда я давал двухчасовые лекции. После обеда я читал лекции еще три-четыре часа. На следующее утро я проводил оставшиеся лекции. В то время были моменты, когда я чуть не падал в обморок. Некоторые из руководителей, кто это видел, говорили, «Господин Пак, пожалуйста, не переусердствуйте так. Мы боимся, что с вами может произойти что-то серьезное» и были крайне обеспокоены. В ответ я им сказал, «Если я вдруг умру, читая лекцию, компания преуспеет». Почему? Наш президент умер, пытаясь сделать нас успешными. Поэтому мы должны продолжить его дело, приложить все усилия и помочь нашим партнерам добиться успеха. Сотрудники будут вдохновлены примером президента. И успех будет гарантирован. Ну, а если не умру, компания тоже преуспеет благодаря таким колоссальным усилиям. К счастью, я жив и мы преуспеваем. Если вы думаете, что работа до потери пульса может вас убить, это не так. От напряженной работы вы не умрете. Почему бы и вам не попробовать поработать до потери пульса? Атоми всегда будет делать все возможное для того, чтобы становиться лучше и вести своих участников к успеху. Я действительно надеюсь, что система атомии и неимоверный труд сотрудников даст каждому участнику такую возможность. В нашем мире каждый живет для себя. Не так ли? Мы все стремимся к тому, чтобы извлечь выгоду, но я призываю вас перестать думать только о своей выгоде и пользе. Сфокусируйтесь на успехе вашего партнера. Еще раз говорю, забудьте про свой успех, работайте на вашего партнера, на его успех. В конечном итоге успех вашего партнера обернется вашим успехом, и это благодаря компьютерной системе, которую мы специально создали. Возможно, эта система кажется неустойчивой, но она на самом деле направлена на создание гармонии. Вы встретились с очень особенной компанией. Она совершенно отличается от других сетевых маркетинговых компаний. Перед вами компания, которая перепишет историю сетевого маркетинга. Вы должны хранить огонь любви в вашем сердце. Решимость добиться успеха. Поставьте себе цель зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Станьте великодушным человеком, который может простить убытки, которые он потерпел из-за кого-то. Станьте человеком, которого ничто не сломит. Представьте себя самого в таком образе. Рисуйте в воображении вашу светлую, сбалансированную жизнь. И тогда каждый из вас несомненно станет успешным. В завершении своего выступления хочу еще раз пожелать вам успеха. Спасибо за внимание. Редактор субтитров Корректор А.